Здравствуйте! Сегодня я хочу вам рассказать о сюжете Paper Chase. Этот сюжет можно найти в стартовом наборе Зова Ктулху. По сути, это самый первый сюжет, который игра предлагает вам опробовать. Он очень обучающий как для мастера, так и для игрока. И что самое примечательное, он рассчитан на одного игрока. Это, во-первых, явно проще для проведения для начинающего мастера, а во-вторых, это добавляет ощущение в присутствии в фильме ужасов. Игроку некуда деваться, он совсем один, и ему никто не поможет. Сам по себе сюжет довольно короткий, занимает в прохождении до двух часов, хотя в самой книжке сказано, что до четырех. В мире полного отыгрыша и оу-плея это, конечно, возможно. Эта история начинается с того, что к игроку обращается один зажиточный мужчина, для того, чтобы попросить его расследовать пропажу книг. Теперь аккуратно. Если вы хотите поиграть в этот сюжет, то покажите этот ролик своему мастеру, потому что с этого момента впереди нас ждут множество спойлеров. Сценарий написан суперудобно, и, по-моему, это практически идеал того, как все подробно расписано, чтобы разобраться в механике и начать играть. Все локации прописаны, указано, как проходить это игрой механически, указаны разные варианты развития событий. Все супер, все способствует тому, чтобы начинающий мастер не растерялся. К игроку обращается Томас Кимбелл, из дома которого украли несколько книг. Игра предлагает сделать так, как будто он нанимает главного героя, для того, чтобы тот расследовал это. Но можно сделать так, что это его старый друг, и он просто просит по старой памяти ему помочь. А можно сделать так, что это вообще игрок, и именно у него пропадают книжки. Также тут написано, что он предлагает за эти услуги 10 долларов, что, конечно же, больше, чем сейчас 10 долларов, но все равно кажется критически мало. Особенно, если он просит друга. Эй, дружище, а помоги-ка мне тут расследовать пропажу книг. Дам 10 долларов. Игра говорит, что вы уже с ним встретились, и он уже вам все рассказал, но я предлагаю вам roleplay эту встречу со своим старым знакомым или с нанимателем. Все-таки это ваша первая игра, и здесь вы можете продемонстрировать, как классно встречаться с NPC. После того, как пройден этап знакомства игрока, задачей, которую ставит перед ним сюжет, выяснить, куда пропадают книги, Игра предлагает на выбор несколько локаций, которые персонаж может посетить. Библиотека, походить вокруг, подождать в доме, походить вокруг дома, полицию обратиться, еще куда-то. И один из них это кладбище. Что странно, потому что, во-первых, не очевидно, почему тут нужно идти, а во-вторых, все остальные локации так или иначе направят игрока в сторону кладбища. Поэтому я предлагаю кладбище изначально убрать из этого списка и предложить на выбор только остальные локации. Теперь вам предстоит следовать за вашим игроком, куда бы он ни шел. Вы можете показать своему начинающему игроку, что все его действия будут иметь какой-то резонанс. То есть, игроку можно делать вообще все, что он хочет. Это главное отличие настольно-ролевых игр от всех других. Вы скованы только вашей фантазией. Через некоторое время игроки поймут, что им все-таки следует пойти на кладбище, и там они встретятся с самой приятной возможностью для ролплея в этом сюжете. Пьянчушка, насмотрщик за кладбищем. Это мой любимый тип персонажей. Бомжи, пьянчушки, немножко с приветом, с которыми игроку все равно необходимо взаимодействовать, чтобы вывести информацию. Но им приходится преодолевать вот это непризнание к такому странному NPC. В принципе, это все локации, которые посетит игрок. И через некоторое время он столкнулся с главным поворотом сюжета. Здесь у нас флешбек, и я расскажу, что случилось. У Томаса Кимбелла есть дядюшка, и этот дом, это, собственно, его дом, это библиотека, откуда пропадают книжки, его старой книжки. Около года назад он решил удалиться от мерзкой жизни и стать гулей. Или гулем. Это слово на русский обычно переводится как вурдалаб, но чистого перевода не существует. Вот изображение того, какие это уродцы. Это раса подземных собакоподобных существ. Они немножко похожи на людей, и человеку можно стать одним из них. И они питаются человеческой плотью. Когда игрок все-таки сталкивается с дядюшкой, то он выглядит как получеловек, полугуль. И здесь есть целая развилка того, как игрок может себя повести. То есть он может атаковать этого гуля и подраться с ним. Но самое классное, то что здесь у игрока есть возможность поговорить с ним и узнать, что же все-таки произошло. Я проводил этот сюжет дважды, и один игрок вообще ничего у меня про этот сюжет не узнал, он просто остался в доме, никуда не пошел, ничего не выяснил, и для него сюжет закончился полным провалом. Это обучает игрока тому, что ему в критические моменты необходимо действовать, потому что в сюжете, как и в жизни, можно пропустить все самое интересное, если остаться дома и никуда не идти. Другой же мой игрок пошел за этим гулем и поговорил с дядюшкой и в принципе выяснил у него всю интересную информацию, и это был отличный момент для роуплея, когда вам необходимо отыгрывать странноватого человека, который все еще интеллигент, но уже выглядит как в принципе чудовище из мазанной грязи. Это отличный сюжет для начала, для того, чтобы познакомить и помнить игрока или мастера с этой системой. Также это отличный сюжет для того, чтобы стартовый ваш персонаж обрел некоторую объемность и после этого сюжета его можно уже вводить в другие сюжеты или в компанию. Теперь хочу рассказать про некоторые минусы этого сюжета. Здесь есть довольно приятные и хорошо нарисованные арты, но они практически бесполезны, потому что они не совсем соответствуют тому, что происходит в сюжете и их нельзя показать игроку. То есть, ну не стоит показывать ему этот милый арт с дядюшкой, чтобы он не думал, что это чудовище, которое он встретил, это этот милый человек просто с зубками и в костюм. Также здесь есть карта, но в принципе она не особо нужна мастеру, а также ее не стоит показывать игрокам, потому что на ней прямая дорога от дома, прямо к кладбищу. Также меня немножко расстраивает, что здесь нет раздаточных материалов, которые, по сути, являются одной из самых приятных особенностей сюжетов Колов Ктулху. В любом случае, это отличный ознакомедельный сценарий для того, чтобы вы могли провести томный, интимный и жуткий вечер вдвоем. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, а также на моем канале вы можете найти некоторые другие обзоры на сюжеты Колов Ктулху. Субтитры создавал DimaTorzok